Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Жить полноценной жизнью в Приволжском федеральном округе создается система комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Планшеты для врачей. Чувашия вошла в топ-5 регионов России по цифровой зрелости в здравоохранении. Четвероногие гонщики в Республике прошли чемпионаты первенства Чувашии на собачьих упряжках. За прошедшую осень-зиму в отношении управляющих компаний и ТСЖ Республики возбудили 116 административных дел. Причина – перетоп или наоборот холодные батареи в квартире. Почему это происходит и как изменить ситуацию, обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. С начала отопительного сезона в госжилинспекцию Чувашии поступило 287 звонков по вопросам некачественного теплоснабжения жилых помещений. Больше всего в Чебоксарах – 126, из Канаша – 57, из Новочебоксарска – 46. Кроме того, жители жаловались и по телефону, и в соцсетях, и по каналам Центра управления регионом. Всего было выявлено 185 нарушений, 96 из которых связаны с недостаточным теплоснабжением в жилых помещениях. 28 – так называемый перетоп. Перетоп, конечно, не здорово, но я думаю, что когда людям холодно, это более дискомфортное состояние. Поэтому здесь очень важно вот эти все моменты учесть. Ну и, конечно же, вопросы, которые имеют кричащий характер, постараться поставить задачу за подготовительный этап к следующему отопительному сезону, нивелировать. Глава Республики Олег Николаев поручил не только принять меры по устранению проблем, возникших в ходе этого отопительного сезона, но и проанализировать причины, по которым это происходит. Подняли и вопрос платежной дисциплины. Задолженность организации за поставку топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10%, но по-прежнему остается высокой. За газ – более миллиарда, за тепло – 704 миллиона рублей. Ульяна Пятакова, Павел Редков, Республика. Чувашия вошла в топ-5 регионов России по развитию цифровой зрелости в здравоохранении. Благодаря медицинской информационной системе, которую внедрили в республики, не только сократилось время приема пациентов, но и появилось больше возможностей правильно и в короткие сроки назначить лечение. Алифтина Баринова часто вызывает врачей на дом. С приходом весны обостряются хронические болезни. Обычно врач долго и подробно расспрашивает о недугах, но сегодня ей самой напоминают о всех предыдущих визитах в больницу и назначениях. Совсем недавно врачи, выезжающие на дом к больным, начали пользоваться планшетами с доступом к электронным медицинским картам. Мы можем сразу же на дому все данные ввести о пациенте и тут же посмотреть все его предыдущие диагнозы, все его предыдущие вызовы и, соответственно, быстро скорректировать лечение. Мы можем тут же на дому создать все талоны на пациента. В результате время приема сокращается на 5-10 минут, а это возможность посетить еще 10-15 человек за смену. К республиканской медицинской информационной системе подключены все больницы и врачи. На приеме идешь, там народу много, в очереди сидишь как-то. Пока ты придешь на прием, зайдешь и забываешь даже в другой раз. Хотела вот этот вопрос задать, думаю, и забыла, и такое бывает. А тут у вас скомплектовано все о моей истории болезни. Снимок, результаты анализов, проведенных в другой больнице, теперь нет необходимости каждый раз брать с собой все исследования. Врачам доступен электронный вариант. Есть возможность посмотреть результаты посещения других специалистов, других больниц, и все проведенные обследования тоже. Это позволяет нам быстрее все увидеть, быстрее все узнать, посмотреть, и сделать уже соответствующие выводы, поставить диагноз, назначить лечение. При необходимости к лечению пациента может подключиться врач из другой поликлиники. Особенно это актуально для лечебных учреждений, где наблюдается нехватка узких специалистов. Это заочно, скажем так, по документации, по лабораторным исследованиям, по инструментальным исследованиям. Мы имеем возможность проконсультировать в любом лечебном учреждении, не только Чувашской республики, но и на федеральном уровне. Впрочем, некоторыми возможностями единой информационной системы могут воспользоваться и жители республики. Сегодня любой житель республики, который зарегистрирован на портале госуслуг, может зайти в свой личный кабинет пациента и может ознакомиться не просто с историей своих визитов в поликлиники, в стационаре, но и конкретно может получить всю необходимую документацию. Пока это, например, даже выписка из стационара. В этом году планируют завершить подключение ФАПов к высокоскоростному интернету. Тогда фельдшеры и врачи, принимающие в сельской местности, тоже будут иметь доступ к единой информационной системе. Надежда Яковлева, Дмитрий Салманов, Республика. Общеизвестно, при правильной и своевременной коррекции люди с расстройствами аутистического спектра могут жить полноценной жизнью. Общаться, создавать семьи, быть первоклассными специалистами в различных сферах. В Приволжском федеральном округе реализуется общественный проект «Ментальное здоровье». Его цель – создание системы комплексной помощи людям-аутистам. В числе участников проекта – Башкортостан, Чувашия, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области. Как продвигается работа, обсудили на совещании уполномоченного представителя президента России Игоря Комарова в режиме видеоконференц-связи. Работа по созданию системы раннего выявления и медицинской помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Приволжском федеральном округе планомерно ведется с 2019 года. Одновременно разрабатывается комплекс услуг таким людям, начиная с адаптации и заканчивая перспективой трудоустройства в будущем. В целом в округе за это время в 9 раз увеличилось количество маленьких аутистов, посещающих инклюзивные группы в детских садах. В 7 раз стало больше таких учеников в инклюзивных классах. Благодаря проекту «Ментальное здоровье» около 5000 детей получают дополнительные услуги по разным социальным программам. Еще около 1000 проходят медицинскую реабилитацию. Создание полноценной системы помощи в рамках проекта было бы невозможно без оказания методической поддержки региона. Эта задача была возложена на созданные Приволжские центры ментального здоровья, которым за время своего функционирования подготовлено описание психолого-педагогических методик с доказанной эффективностью, рекомендованных для оказания помощи детям с рас. Организованы обучения и семинары для различных категорий специалистов и родителей детей с рас. Чуваша – одно из первых подключилось к окружному проекту «Ментальное здоровье». Раннюю диагностику у нас прошли 86% детей из целевой группы. Это лучший показатель в округе. Вместе с тем, полномочный представитель президента России Игорь Комаров отметил, что в большинстве регионов округа не выстроена маршрутизация пациентов с расстройствами аутистического спектра. Среди других задач – увеличение числа педагогов, специализирующихся на работе с детьми с РАС, внедрение инновационных коррекционно развивающих занятий в детских садах и школах. По мнению Полпреда, базовые основы работы с такими людьми должны даваться во всех педагогических вузах и вузах, готовящих специалистов в сферах спорта, культуры и социальной работы, а значит быть заложены в федеральном государственном образовательном стандарте. В этот день, 10 лет назад, был принят закон о создании общественной палаты в Чувашской Республике. Сегодня глава региона Олег Николаев пообщался с председателями общественных советов, чтобы подвести итоги работы и наметить планы на будущее. Встреча прошла в режиме ВКС. Эффективность работы этой общественной структуры трудно переоценить. С начала работы Государственного совета Чувашской Республики 6-го созыва, а это с сентября 2016 года, парламентом республики всего принято 463 закона Чувашской Республики. И все они прошли общественные экспертизы именно через общественную палату Чувашской Республики. Такое взаимодействие, на наш взгляд, конечно же, способствует принятию парламентом Чуваши выверенных законодательных актов и извешенных решений. Экспертиза законодательных актов, контроль за их соблюдением, поддержка волонтерского движения, работа штабов наблюдателей. Общественная палата всегда в гоще дел. Она активно сотрудничает с органами власти и решает многие проблемы, волнующие гражданских активистов. Именно общественники обеспечили открытость и прозрачность выборов в сентябре прошлого года. Конечно же, вы активно участвовали и обеспечивали соблюдение интересов, я бы так сказал, всех участников этого процесса. И ваша площадка служила очень такой правильной составляющей всего этого процесса, потому что это и некая нейтральная площадка, с другой стороны, площадка, которая объединяет и политические партии, и общественные организации, ну и, конечно же, самих участников этого процесса. Ну и, конечно же, нам с вами очень важно всю ту работу, которую мы с вами начали, и продолжить дальше. Нынешний год не станет исключением. Осенью жителям республики предстоит выбрать новый состав госсовета и депутатов Госдумы от Чувашии. Работа предстоит серьезная. В обществе есть настрой на перемены. Руководитель аппарата общественной палаты Евгений Бондарев выступил с предложением проводить в общественной палате так называемые нулевые чтения, обсуждать параметры бюджета до утверждения его в госсовете. Инициатива поддержана единогласно. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах состоялся 20-й съезд журналистов республики. Участники обсудили работу творческого сообщества за пять лет и обозначили цели и задачи на ближайшее время. Напомним, что в региональное отделение входит более 500 человек. В работе съезда приняли участие 49 делегатов. Прошлый год стал для журналистов непростым. Ограничительные меры не позволили корреспондентам стать свидетелями многих интересных событий. Некоторые материалы готовились онлайн. Помогли цифровые технологии. Все газеты выходили в обычном режиме. Правда, человеческого общения не хватало. В удаленном формате проходили даже традиционные дни главного редактора. Так получилось, что даже последний год по всем известным причинам лишил нас тесного общения. И это одно из немногих поводов встретиться и обсудить наши насущные проблемы. За пять лет прошло много событий. И работу и союз журналистов, журналистики, редакции газеты необходимо корректировать. И это отличный повод пообщаться с коллегами, чтобы принять верное решение. В 2023 году союз журналистов отметит 100-летний юбилей. К этому событию планируется возобновить издание энциклопедии чувашской журналистики. На одной из встреч с главой республики обсудили введение звания заслуженный журналист Чувашской республики. Работники СМИ надеются, что так и будет. Говорили о новых кадрах, о системе подготовки молодой смены. По решению членов объединения, председатель Чувашского отделения союза журналистов Валерий Комиссаров будет исполнять свои обязанности еще пять лет. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Открытое голосование по выбору объектов благоустройства в муниципалитетах показало свою эффективность. Старт обсуждению проектов на 2022 год будет дан 26 апреля. Процесс выбора будет полностью переведен в цифровой формат. Голосование пройдет на специальной платформе за.городсреда.ру. Минстрой страны совместно с некоммерческой организацией «Диалог региона» создали новый портал. Здесь будет собрана информация по благоустраиваемым территориям всей страны. Проголосовать можно будет на платформе, скачав ее в виде приложения на смартфон, в многофункциональных центрах республики и с помощью волонтеров. Задача волонтеров будет информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Через добровольцев можно будет также регистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона. Мы уже рассказывали вам о том, что столичные школьники стали соавторами сборника воспоминаний о трудовом подвиге жителей республики в годы войны. Первый тираж книги «Строители безмолвных рубежей» издан в количестве 300 экземпляров. В прошлом году школьные поисковые отряды выезжали в различные районы республики, где в годы войны велось строительство сурского и казанского оборонительных рубежей. Школьники работали в архивах, музеях, искали эксклюзивные исторические факты, вели аудио- и видеозаписи воспоминаний строителей оборонных укреплений, их близких. На днях авторы получили сборники. Их вручили в десятках столичных школ, ученики которых занимались этой темой. В сборник вошло 87 воспоминаний. Ребятам были важны любые подробности строительства рубежей. Сколько делились рабочие смены, была ли норма выработки, как питались подростки, женщины, старики, как выдерживали лютые морозы. О моей прабабушке не написано в книгах и снятых фильмах. Но для меня она является настоящим героем. Слушая историю Лазаря Федоровича, меня бросало то в жар, то в холод. Я даже представить себе не мог, насколько это была тяжелая работа. В школе номер 40 в военно-патриотической работе уделяют особое внимание. День защитника Отечества стал объединяющим фактором. Весь месяц школа бурлила. Проходили конкурсы, викторины, классные часы, открытые уроки, спортивные состязания. Я надеюсь, что мы успеем еще выпустить с вами книгу памяти о ваших прадедах и прабабушах. Мы уже выпустили такие пять книг у нас в школе. Опыт чебоксарских школьников действительно уникальный. Книг даст детям возможность несколько раз пережить эти эмоции, вникнуть в истории других людей. Поэтому здорово, что такая акция проходит, что сегодня эти книги получат все непосредственные, так скажем, исследователи этой большой работы. Книги поступят во все муниципалитеты. Эксклюзивные воспоминания стали еще одной страницей военной летописи Республики. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. О судьбах сломленных войной в Народном театре Мариинский показали спектакль по произведению Василия Ткачева «Ляльки». Здесь играют непрофессиональные актеры. Можно сказать, что они не играют вовсе, а проживают жизнь своих героев. Рассказать о судьбах молодого поколения в годы войны непросто, но режиссер Анжелика Сергеева нашла свои слова. Говорят, что о войне уже много сказано, что добавить, но нам кажется, что говорить нужно, помнить нужно и быть благодарными самое главное. Наш спектакль «Ляльки» Василия Ткачева, он о судьбе женщин во время войны, о судьбе людей. Судьбы ломались. Каждый выбирал ту сторону, которая подсказывала сердце. Показ драмы планировался к 75-летию Великой Отечественной войны. Однако сложная эпидемиологическая ситуация не позволила это сделать. В центре сюжета молодые матери Вера, Надежда и Любовь. Их мужья ушли на фронт, а родную деревню оккупировали нацисты. Для того, чтобы выжить, приходилось переступать через себя. По спектаклю с Надеждой случается такая беда, у нее крадут ребенка. Вот это очень тяжело. Просто, вы знаете, чисто по-матерински каждый раз тяжело пропускать через себя вот эти все эмоции. Потому что скоро посидеть можно. К спектаклю шились костюмы, создавались интерьеры. Конечно, немаловажную роль в спектакле играют декорации. Например, прежде чем нарисовать образ Божьей Матери, художник-оформитель просил благословения в местном храме у батюшки. На постановках местного театра всегда аншлаг. Потрясающе, просто очень понравилось. Я на самом деле первый раз пришла. Я очень хотела, и я под большим впечатлением. Народный театр не может врать. Вот честное слово, они же ничему не обучены. Правильно? Поэтому они не могут врать и не играют сами собой. Поэтому нет, все хорошо. У них все прекрасно. У них прекрасная игра. Жители района очень рады, что театр после длительного перерыва распахнул свои двери. И с нетерпением ждут премьер. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Зов земли родной. Под таким названием в Чувашском педагогическом университете открылась персональная выставка Анатолия Данилова. Профессор кафедры изобразительного искусства, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, народный художник Чувашской Республики посвятил свои работы малой родине. На этих живописных холстах земля предков. Каждый штрих, будто буквы, из которых автор искусно сложил слова признания в любви к родным местам. В центре внимания два триптиха. Один из них – отчий дом. В нем самое дорогое для художника – родители. Места, где он провел свое детство и куда он мысленно возвращается всю свою жизнь. Другой – исторический. Другой – это третий, который представлен здесь, называется «Олгокамская культура земли предков». Я долго исследовал историю Волжской Булгарии. Откуда мы, куда мы пришли, кем мы являемся на сегодня и куда мы двигаемся дальше. Для меня это очень важный вопрос. Среди моей работы, они рассказывают об истории, о культуре, об этносах, которые там жили. И они подтверждают нынешнее состояние нашего региона, Приволжского федерального округа, где уникально сочетается столько народностей, не говоря о том, что только Чувашии живут 128 народов. Пятидесятая персональная выставка художника собрала самые интересные работы. Лейтмотив всех картин мастера – тема дружбы народов. Его работа имеет свой почерк и выделяется на международных, всероссийских и республиканских выставках. Выставку он организовал, пленеры организовал, всероссийские, международные. Он тружил всех народов мира. Не зря в нашей республике, в Поволжье, это центр мира, где народы тружат. В этой дружбе, а большой вклад кладет Анатолий Васильевич Танилов. Благодаря вашему труду, творчеству, традиции не нарушаются уже многие десятилетия, и выставки нас каждый раз радуют. То, что Анатолий Васильевич передает в своих творениях, работах, свое ощущение к своей земле, и при том через вот такие иконы, наверное, дорогого стоит. Вот уже 40 лет после окончания художественно-графического факультета ЧГПИ имени Яковлева, Анатолий Данилов передает секреты мастерства будущим художникам. Это вдохновляет, и хочется больше работать усерднее, чтобы когда-нибудь достичь такого же уровня. Анатолий Васильевич строит новые творческие планы. Вдохновение ему дает любимый город, родные пейзажи, талантливые ученики. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. В Чебоксарском музыкальном училище прошел мастер-класс вокального искусства. Его провела оперная певица, заслуженная артистка России Татьяна Печникова. Слушала Юлия Важенина. Татьяна в опере Чайковского, Евгений Онегин, Марфа из царской невесты римского Корсакова. Один о любовный напиток Деницетти. Татьяна Печникова исполнила весь сопрановый репертуар. Ее знают не только в России, но и в ведущих театрах Европы. Вот уже семь лет Татьяна преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных. Профессия у нас такая немножко закрытая в том плане, что нельзя показать вот на пальцах, да, что вот это нужно делать так, там, как пианисты показывают. Можно снять с рук и видно это. У нас не видно. И поэтому задача педагога очень сложная. Найти какие-то слова для того, чтобы студент выполнил то, что он хочет. Татьяна Печникова послушала произведение в исполнении студентов Чебоксарского музыкального училища и поделилась своими профессиональными секретами. Голос литься начинает. Когда ты его не просто... То есть вот этими мышцами, которые ты удерживаешь, ты их задержала и немножко вперед повела этими мышцами, чтобы голос отсюда лился. Очень много полезного узнала, как расслабиться, как пустить звук, куда вот поступать, куда идти. Очень много вот великолепный человек, она очень много прям рассказала, открыла глаза, можно так сказать. Снова посетить будущих оперных исполнителей Татьяна Печникова пообещала в свой следующий приезд. Юлия Важенина, Евгений Романов, Республика. Команда под названием «Чебоксарские амазонки» собирается выступить в Челябинске на соревнованиях женской хоккейной лиги. Девушки тренируются самостоятельно, у команды нет пока даже официального статуса. Со спортсменками встретился депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. Тренироваться амазонки начали на уличной хоккейной коробке, затем на протяжении нескольких лет за свой счет арендовали лед на катке «Новое поколение». Девушки настолько увлечены игрой, что готовы тренироваться сутками. Сами достают экипировку, уверенность в своих силах и может придать участие во всероссийских турнирах. На этот сезон у нас была основная цель дебютировать в Лиге женского хоккея. Пока говорите о каких-то высочайших результатах рано, стоит достаточно нам выехать, показать себя, выступить, посмотреть на соперников. На данный момент самые большие трудности у нас в команде с арендом. Пока мы занимаемся в позднее время на постоянной основе, тяжело полноценно нагружать девочек, чтобы они развивались, так как здоровье страдает из ночных тренировок. Мы двигаемся потихонечку вперед. Сначала у нас был один лед в прошлом году, теперь мы занимаемся два раза стабильно и стараемся брать третий-четвертый лед в неделю. Без программы развития женского хоккея здесь не обойтись, считает Анатолий Аксаков. Без этого трудно говорить о движении вперед. Депутат обещал помочь с организацией тренировок на льду и подарил амазонкам хоккейные свитеры с символикой команды. Далее мы будем помогать и с инвентарем этой команде, и будем помогать с тем, чтобы они получили, ну скажем так, прописку при федерации хоккея нашей республики, для того, чтобы уже могли вполне официально участвовать в разных мероприятиях, соревнованиях, и дальше уже привлекать молодежи как можно больше. Я уверен, что через некоторое время чебоксарский хоккей загремит на таком сначала региональном уровне, потом на федеральном, а вполне возможно потом и наши девушки будут играть уже на международном уровне, поскольку желающих очень много, тренеры у нас хорошие есть, ну а если еще поддержим соответствующим образом девушек, то они точно себя проявят. Сейчас девушки готовятся к выездным играм. 20 и 21 марта амазонки сыграют в Челябинске. В соперниках четыре команды. В Чувашии открылся центр ездового спорта. На новой трассе прошли чемпионаты первенства Чувашии на собачьих упряжках. Нартован 2021. Как преодолели дистанцию участники, расскажут мои коллеги Юлия Важенина и Андрей Шуклев. Хаски, маламуты, якутские лайки. Мохнатые участники вместе с вожаком Каюром первопроходцы трассы. На дистанции протяженностью в 1, 3 и 5 километров вышли 35 упряжек. Лыжи или нарты спортсмены выбирали сами, как и трассу. Все в зависимости от опыта. Чем больше собак в упряжке, тем сложнее ею управлять. Здесь трасса, она рыхлая, потому что недавно выпал снег, выпало очень много. Бежать тяжело и с собакам, бежать тяжело людям. То есть время у меня ухудшилось. Мои собаки, они больше подготовлены на спринт, на хорошо укатанной трассе. И поэтому вот по такой трассе им не очень хорошо бегается. На гонки в Чувашию приехали команды из других регионов страны. Например, Николета Пономарева представляет Казань. Этим видом спорта занимается уже 11 лет. Нам очень понравились эти соревнования. Именно, ну как, очень понравилась новая трасса, новое место. Я так понимаю, что здесь теперь будет база ездового спорта. Что просто нереально круто. Это очень редко, когда такое происходит. Тем более в таком красивом месте с озером, с трассой вокруг озера, с таким красивым лесом. Очень понравилось. Не сильно рельефная, но маневренная сама трасса понравилась и участникам, и судьям. Горки, подъемы, повороты – все соответствует правилам ездового спорта. Но для удачного выступления самое главное – взаимопонимание между каюром и четвероногими спортсменами. В ездовом спорте нет слова «конкуренция», есть слово «партнеры». Потому что ты не знаешь, как сегодня поведет себя собака, ты не знаешь, как она выспалась и какое у нее настроение. Поэтому очень многое зависит от твоего спортивного подготовки, так и от духа, так скажем, твоего четвероногого питомца. Поэтому тут только в слаженной команде можно побеждать. То есть победа только у тех, кто конкретно работает с собакой, кто ее чувствует как друга, как партнера, как спортсмена. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Это были главные новости первого дня весны. До свидания. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». До свидания. До свидания.